МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА — В законодательстве, которое вступает в действие в 2019 году и касается бизнеса. Начнем мы не с этого, но прежде чем я анонсирую тему, с которой мы начнем, все-таки надо сказать, что во втором части к нам придет Дмитрий Курдюмов, заместитель председателя правительства Кировской области. Дмитрий Александрович отвечает за всю социальную сферу в нашем регионе. Он только что вернулся с Гайдаровского форума, где был вместе с губернатором Кировской области Игорем Васильевым. У нас будет там три темы, во-первых, итоги этого форума. Во-вторых, мы будем говорить о больших национальных проектах и о майских указах очередных президента, как они планируются к исполнению в Кировской области. И третья тема, я надеюсь, что мы как раз все три темы возьмем, это развитие гериатрической помощи. В Кировской области в конце прошлого года достаточно немаленькая делегация медиков из нашего региона была в Израиле, проходило обучение, мы об этом не рассказывали. Очень интересно узнать, какой опыт был перенят и какие планы на развитие этой помощи у нас есть. Давай поясним слушателям, что гериатрическая помощь – это помощь, которая оказывается людям преклонного пожилого возраста. Совершенно верно. Ну а с Владиславом Поповым, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кировской области, мы сейчас начнем не с изменений в законодательстве, касающихся бизнеса, но точно вопрос, который бизнеса касается. И касается нас всех с вами, потому что вот прошел первый, ну не то чтобы там обвальный, но довольно серьезный снегопад вчера в среду. И о том, что будет снегопад, за неделю до этого сообщали все абсолютно СМИ, все генераторы прогнозов погоды, все об этом знали, что будет снегопад. Вот он вчера прошел, результаты этого снегопада сегодня утром все смогли оценить на дорогах, на тротуарах проходящие и проезжающие люди в этом городе. Я лично могу сказать, что я сегодня выехала на работу, попросив пять человек, пять человек вытолкнуть мою машину просто, да, с обочины дороги. Я полчаса откапывала. Да, вот видишь, а мне некогда было откапывать, я попросила толкнуть, благо проходили мимо мужчины, и они это сделали. Вот и как раз до эфира мы с Владиславом обсуждали эту тему, надо напомнить, что у Владислава Леонидовича есть серьезный опыт работы во Владимире, который касается хозяйственной части этого города. И у нас есть с чем сравнить. Кроме того, надо сказать, что Владислав Леонидович признался, что разговаривал на эту тему, в том числе и с господином Шульгиным, и с господином Ященко, руководителем нашего города, топ-менеджерами администрации и предлагал поменять систему, я правильно вас поняла? Не совсем предлагал, потому что я просто говорил, что есть определенный опыт. Да, я действительно работал на предприятии, которое занималось полностью всем благоустройством и уборкой города Владимир, и применялись совсем другие принципы, не как сейчас действуют в городе Кирилл. Начните, пожалуйста, Владислав, с того, что вы мне поясняли, почему во время снегопада, например, и после него мы не видим там абсолютно чистого города, постоянной работы техники, которая трудится, расчищает дороги, тротуары и обочины? Я все-таки сейчас скажу, немножко начну с другого. Мы когда-то договаривались, что вот здесь в студии, все-таки, когда какое-то мнение высказываем, у нас должны все-таки быть две стороны. Поэтому сейчас я бы не хотел подробно об этой тематике говорить, потому что у нас нет как бы второй стороны оппонирующей. Нет, я прошу прощения, мы не будем критиковать. Вы поясняли механизм сейчас. Просто когда идет снегопад, уборка не производится, ждется окончания снегопада. Поэтому когда идет снегопад, мы не можем видеть технику, потому что это практически бессмысленно. То есть нам надо дождаться, когда процесс оканчивается, после этого все приступают к уборке. То, что я предлагал, я изначально предлагал, что не во всех сферах работы именно бизнеса, она эффективна. И особенно там, где мы касаемся каких-то услуг, связанных с жизнеобеспечением, возможно, бизнес, который изначально все равно ориентирован не на социальную значимость своей работы, а на собственную эффективность, прибыльность, будет эффективен. То есть, может быть, действительно, не надо огульно сокращать все гупы, мупы, а оставить их именно там, где деятельность не является конкурентной рыночной, а несет сугубо социальную функцию. У нас, вы считаете, по уборке дорог эффективнее была бы система мупа? Я не понимаю, как можно создать конкурентную, эффективную систему в плане уборки, как компании будут конкурировать. Они же конкурируют ценой, а цена – это снижение качества, это закон рынка. Это уже сейчас доказано, что это не двигатель, скажем, эффективности работы. Ну, все просто сокращают издержки, а мы видим эффекты сокращения издержек на наших улицах. Но я подчеркиваю, что это предмет диалога. У нас, как минимум, есть конкретные общественные институты, контролирующие работу органов власти, у нас же все органы власти, они открытые, даже включая, собственно говоря, механизм, сколько денег мы тратим на ту или иную функцию, как техники выходят. Владислав Леонидович, все-таки поясните вот этот механизм. Сейчас, когда работают подрядчики, представители бизнеса по уборке, как все происходит и почему им невыгодно вычищать все там под ноль, часто выводить технику? Все-таки, я еще раз подчеркиваю, вопрос лучше в связи с городской администрацией. Ну, так как они гарантированы на прибыль, они, естественно, сокращают количество выходов настолько, насколько это возможно, в пределах действующих контрактов. То есть не столько, сколько надо, а столько, сколько можно, чтобы оставить себе какую-то маржу. А как во Владимире МУП работал? Там работал МУП. Работал вообще муниципально-казенное учреждение. Это было МКУ, которая работала строго по смете. Соответственно, если работникам нужно выходить в ночь, с двойной оплатой труда. Они выходили в ночь, с двойной оплатой труда. Если необходимо было привести определенное количество уборок, они проводили ровно столько, сколько требуется, для того, чтобы город был чистым. В пределах тех бюджетных ассигнований, которые им выделялись. Соответственно, если требовалось больше закупок техники, смотрели возможности бюджета, определяли бюджетную возможность и выделяли дополнительные средства на, скажем, приобретение либо на аренду необходимой техники. Если требовалось больше площадок для песко-состоянной смеси, или вот сейчас используют реагенты, то этих площадок было больше. Они делались там, где это выгодно городу. Я правильно вас понимаю, в случае, когда подрядчики – это бизнес, то все равно же это конкурс, это некие торги, там роняется цена, и, соответственно, исходя из самой низкой цены, подрядчики выполняют свою работу, втискиваются вот в эти рамки. А если бы это было МУП, или это было муниципально-казенное учреждение, то там фиксированный бюджет, и его можно уже распределять на все затраты. Даже сейчас в рамках тех отношений, которые есть, в принципе, никто это не имеет права анализировать состав затрат и эффективность работы конкретного подрядчика. Просто есть объем средств, которые ему выделяются на данную функцию. Если мы говорим о казенном или бюджетном учреждении, оно просто абсолютно, оно стопроцентно прозрачно. Его можно контролировать, видеть, как оно работает, да, и планировать его. Я подчеркиваю, что данный предмет – это предмет дискуссии, это опыт. Я считаю, что это успешный опыт, который позволил очень эффективно, и, собственно говоря, всем процессом уборки города Владимир занимается всего одна организация. А скажите, там всегда было такое учреждение муниципальное, или там тоже был опыт с бизнес-подрядчиками, а потом его проанализировали и решили организовать? Было еще хуже. Как раз изначально, откуда и пошла данная система, когда в ходе выбранной кампании, я даже к ней имел какое-то отношение определенное, выяснилось, что весь коммунальный бизнес был, в кавычках говоря, попилен. Непонятными структурами выделялись колоссальные средства подрядчикам, которые входили в неизвестном направлении. Но это очень было известное дело, вообще в масштабах даже Федерации звучало, что такое дело о двух миллиардах, которые были выделены на уборку города, компании с составленным капиталом 10 тысяч, зарегистрированным в квартире, и собственной компанией была какая-то бабушка Божия Дуванчик. Вот когда все это всплыло, тогда общественность стала заниматься активными данными процессами, и вот эта схема была предложена не как-то кулуарно, это был процесс коллегиальный, демократический процесс, до всех это устроило. — Дискуссия была, да? — И создали совершенно прозрачное учреждение, где, собственно, я работал де-факто директором. — И сейчас это учреждение работает? — Абсолютно, оно работает. — Сколько лет уже получается опыт? — Ну, сейчас я же не слежу, я уже достаточно... — Ну, с какого года это было? — Ну, я создал его, если ошибаюсь, в 2011 году. Ну, вот сейчас у нас идет 2020 год, но вот я приезжал... — 19-й. — Извиняюсь, я уже живу в будущем. Я приезжал недавно во Владимир, в том году был, и просто увидел, насколько город преображается, насколько он чистый. Ну, я подчеркиваю, что... — Это муниципальное учреждение, оно работает и зимой, и летом, полностью содержит дороги? — Оно содержит все. — Все это что? Дороги, тротуары? — Дороги, тротуары, переходы, то есть все вот парки, все, почему люди ходят, ездят, это все относится к одному ведомству. — А вот сейчас у нас ведомство этого возглавляет, Альберт Гутнов. — Ну, это дирекция дорожного хозяйства называется? — Объединенная с дирекцией зеленого хозяйства. Теперь у него тоже и парки, и скверы, и дороги, и тротуары. Это все под Гутновым, правильно я понимаю? — Да, совершенно верно. Но ты же помнишь, у нас история с очисткой города, то есть контракт, выигранный одной большой компанией, большая компания, естественно, нанимает маленьких, я так понимаю, подрядчиков. — Это тоже неплохо, потому что в данном случае тоже персонифицировать ответственность можно с компанией с одной спросить. — Вопросы и претензии, да, предъявляются основному подрядчику, но вот как основной подрядчик успевает контролировать маленьких подрядчиков в тот момент, когда еще и сам должен дороги убирать, я не очень хорошо понимаю. — Это как раз то, что я критиковал в существующей схеме бизнес-подхода, но когда мы выделяем деньги подрядчику, понятно, что мы выделяем деньги не конкретной технике, которая выходит там и конкретному дворнику, который идет, мы выделяем деньги организации, с ее издержками управления. Когда деньги предоставляют подрядчику, деньги тоже ходят не конкретному дворнику, а компании с ее издержками управления. То есть, когда мы выделяем деньги цепочке подрядчиков, субподрядчиков, мы выделяем деньги бизнесу, но вот в таком мультиплицированном эффекте. Я подчеркиваю, что я все-таки как должностное лицо, я защищаю бизнес, я буду отставить его права, но не везде работа бизнеса эффективна. Вот это одна из сфер, где это предмет дискуссии, что эффективнее, или вот достаточно четко регламентированное и хорошо контролируемое отношение с этим бизнес-структурным. Это же тоже хорошо, потому что в данном случае ресурсы выделяются бизнесом, он находит кредитный ресурс, он организовывает людей. И вы знаете, что предмет дискуссии, кто эффективнее как менеджмент работы, частная компания или государственная компания, ну тут накратно было доказано, что все-таки частный бизнес. Но другие подходы, я подчеркиваю, это отдельная тема, мы сегодня по другому поводу собрались. Но это просто больная тема на сегодня для всех. Спасибо вам за такую справку, сейчас приверемся на полминуты и приступим к тем изменениям законодательства, которые вступили в действие в 2019 году и касаются бизнеса. Ну вот, кстати говоря, Аня хотела сказать несколько слов добрых в адрес подрядчиков, я говорю, давай закончим эту тему, но все-таки скажем. Ну хорошо, я просто хотела сказать о том, что все-таки при такой ситуации дорожной, там погодной, надо отметить, что вчера, например, вечером, ну поздно ночью мы ехали и правый ряд Октябрьского проспекта представлял себя ужас и снежное месиво. Сегодня Октябрьский проспект проскребен. Я вижу, что подчищена улица Милицейская, но при этом, конечно, вот большие проблемы у нас с Паской здесь у нас, где не прочищены обочины совершенно. И второстепенные улицы. И второстепенные улицы. Есть большая проблема вот с припаркованными машинами, которые, как выясняется, очень сложно куда-то передвинуть, если нет знаков запрещающих парковок. Надо напомнить, что в свое время, даже там, где есть запрещающие знаки, я тебе скажу, я сегодня специально обратила внимание, целые ряды машин стоят. И нам как-то Илья Вячеславович Шургин говорил о том, что надо создать муниципальную службу у эвакуаторов и создать бы хорошо ее к этой зиме, но она пока не создана. Мы не видим, как они эвакуируются, эти машины. Я это поддерживаю. Это дополнительный бизнес. Как бизнес-обоцмен, я за обеими руками. Что-то делать надо. Так муниципальная служба. Можно сделать частные? Нет, речь шла именно о муниципальной службе эвакуаторов, потому что частные у нас есть в Кирове. Так, ладно, давайте мы свернем немножко тему снегопада и перейдем все-таки к нововведениям для бизнеса, который вступает в силу в этом году. Проанализируем их, то есть обозначим то, что есть, поймем, какие есть проблемы и попытаемся, может быть, найти какие-то механизмы или хотя бы первые шаги определить, которые можно сделать, чтобы нивелировать. Это негативные последствия, если они есть. Ну, на самом деле, самое, конечно, важное и значимое дело, касающееся бизнеса и в итоге потребителя, это повышение НДС на 2%. Видим ли мы первые результаты работы новой системы по НДС? Ну, естественно, мы все это уже видели с первого числа, идет увеличение цен. Сразу скажу, что конкретные структуры, тот же УФАС и общественные структуры мониторят картину, и да, мы сразу видели повышение цен на магазинах. Да, мы ожидаем, как минимум, наверное, все-таки такого двухлавинного повышения, то есть первый эффект, который возник сейчас, второй, когда производители будут учитывать уже товары с повышенным НДС, и снова это отразится на росте цен. То есть я думаю, что первый скачок был сейчас 1 января, и второй год, когда начнут использовать те ресурсы, которые уже потребили с новой ставкой НДС. Когда это будет ориентировочно примерно? Ну, я думаю, когда будет выходить новая продукция. В любом случае, сейчас мы уже видим, что у нас где-то стоимость услуг, например, подорожала вплоть даже до 15%, товары начинают расти. В итоге, если брать, скажем, прогноз пессимистичный, то мы все равно будем ждать витка инфляции, который даже коснется, как мы предполагаем, еще и ставок банков. Ставок, в смысле, кредитных. Ставок на кредиты, да. То есть можно сказать, что мы ожидаем такого лавинообразного роста в итоге всех цен на товары-услуги, производимых на территории Российской Федерации. Ну вот, по нашим прогнозам, до 5% точно. Хотя мы говорим, что НДС 2-2%. Это в течение года, да? Я думаю, что да, вот сейчас первый скачок был с 1 января, когда стали в ритейле получать новые стоимости товаров-услуг. И второе мы получим, когда все производители начнут использовать новые товары. Как это будет, мы не можем сказать, но сейчас все просто этой ситуацией воспользуются для повышения своих цен. Понятно. Есть ли в этой ситуации плюсы? Плюсов нет. Но, к сожалению, это у нас государственная политика. И как нам всем озвучено, россиянам, жителям, гражданам Российской Федерации, что бюджет необходимо пополнять. Это источное пополнение. Ставка 20% уже была. В свое время было понижение этой ставки. Сейчас мы просто вернулись к этой ставке 20%. Но вот сейчас, когда мы говорим в целом про повышение НДС, ну это такой, скажем, естественный процесс. Сейчас, как нас успокоило, предъявляется 2%. Наши общественные институты, которые работают с институтом полномочия, прогнозируют до 5%. Институтом Сталлопина. Но как-то замалчивается один очень важный аспект, который мне как омбудсмену, который все-таки отставит права бизнеса, не очень понятен был. Это отмена льгот для сельхозпроизводителей, которые сейчас то же самое, перейдены на общую систему учета и уплаты НДС. То есть те сельхозпроизводители, которые платили единый сельхозналог, на сегодня то же самое будут вынуждены работать на единой ставке НДС 20%. Таким образом мы получим, в первую очередь, удорожание сельхозпроизводителей. Совершенно верно. Поэтому мы ожидаем, чтобы вот такой лавинообразный скачок цен. Давайте сделаем таким образом. Сейчас мы пока, это только наши пессимистичные прогнозы. Я бы хотел к этому разговору вернуться хотя бы в середине года, когда мы это оценим. Ну, что сейчас можно говорить? Правительство приняло, у нас есть Госдума, все это приняли, всеми одобрено. Оценку регулирующего воздействия закон федеральный прошел. Сейчас мы живем с вами в новой реальности. И отыграть обратно эта история? Никто не будет отыгрывать назад, да? Ну, надо сказать только в качестве комментариев. Вот вчера у нас был разворот на бизнес. Мы обсуждали достаточность или избыточность или недостаточность магазинов в городе Кирове в связи с тем, что администрация заказала исследования в АДГУ. И обсуждали здесь это с администрацией, с учеными и с бизнесом. О каких магазинах шла речь? Продуктовых магазинов и магазинов промышленных товаров. Абсолютно всех. Магазинов, стационарных и нестационарных объектов. Но я сейчас не про достаточность или недостаточность, а про то, сколько продуктов сейчас покупают люди. Так вот, у ФАС у нас тоже был, и бизнес был, и они говорят, что потребление продуктов растет. Растет? Растет. Это статистика. Несмотря на повышение цен. Такой вот комментарий. Еще один пункт, который мы хотели осветить в нашей программе, это повышение пенсионного возраста с точки зрения бизнеса. Ответственность бизнеса за трудоустройство людей предпенсионного и пенсионного возраста. Очень много было яростных споров в прошлом году. И, в конце концов, по инициативе уже Владимира Владимировича Путина ввели законодательство, которое регулирует эту тему и наказывает бизнес в случае необоснованного отказа в трудоустройстве людей предпенсионного возраста. Очень странно на самом деле, потому что, когда шли вот эти горячие обсуждения, очень многие представители бизнеса говорили, почему вы опять там грозите нам кнутом, дайте пряник, дайте какие-нибудь преференции бизнесу, который нанимает на работу людей предпенсионного возраста, либо снисти на них каким-то образом нагрузку, и тогда проблема сама собой решится. Но нет, решили, что будут наказывать бизнес за отказ в трудоустройстве или необоснованное увольнение. Никаких пряников пока не предусмотрено. Почему? Ну, как я уже сказал, мы с вами, отметив с шампанским, новогоднюю ночь с 2018 на 2019 год перешли, так скажем, в новую реальность, к которой сейчас мы привыкаем. Пенсионный возраст, ужесточение санкций для бизнеса. Пока никто даже не говорит о каких-либо послаблениях, либо льготах. При том, что, опять-таки, мы, как институт бутсмена, в недоумении того, что государственное решение, ответственность за принятие этого решения абсолютно 100% перекладывается на бизнес, причем в очень непроработанной форме. Ведь заметьте, что идет речь не только о том, что да, мы увеличили пенсионный возраст. Хотя по статистике, так сказать, возраст жизни растет. Вы видели официальную статистику, что у нас с каждым десятилетиям повышаются по статистике продолжительность жизни. Что, соответственно, и продолжается период работоспособности граждан. И, как говорится, несостояние, так скажем, боливар двоих вынести, обслуживать такую пенсионную систему. Я это сейчас не буду комментировать. Вот это странное решение о том, что ответственность за трудоустройство людей при пенсионном возрасте несет бизнес. Причем, заметьте, об этом уже говорилось многократно. Лично мне не очень понятно адекватность действий и соразмерность штрафов. Ведь уровень штрафа просто колоссально установлен. Давайте напомним. Штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере доходов виновного субъекта за промежуток до полутора лет. Либо обязательной работы на срок до 360 часов. Это очень интересная мера. Но суть-то в другом. Ведь заметьте, о чем говорит данная система наказаний штрафов. За то, что работодатель препятствует принятию на работу людей предпенсионного возраста. При этом никак не комментируются причины, по которым он отказывает. Ведь зачастую отказывает работодатель не потому, что он не хочет брать пенсионеров, а потому что требования к работнику не соответствуют людям, условно говоря, более молодым в силу чего? В силу, например, квалификации. Кто-то умеет работать с современными софтом, программами, кто-то не умеет работать. Кто-то может быстро реагировать на стрессовые ситуации, кто-то не может быстро реагировать. Не забываем, в конце концов, все-таки, что люди предпенсионного возраста, это люди, у которых уже у самих, возможно, какие-то проблемы со здоровьем. Да, они будут брать больничный. Может быть, у них есть какие-то пожилые, там, извините, пожалуйста, родители уже совсем преклонного возраста, для которых там им надо будет или отпуск без содержания взять, или еще что-то. Понятно, что работодатель, конечно, делая выбор между человеком, который всегда придет на работу, и человеком, который такой немножко в зоне риска, будет делать выбор в сторону первого человека. Я думаю, что на сегодня такая система давления и откатов создали решение, еще возможное послабление, скорее всего. Вот именно здесь, возможно, будут какие-то градации, критерии, кого принимать, кому можно отказывать, по каким критериям можно отказывать. Может, будет, я предполагаю, что все-таки будет смягчение санкций вот этих вот колоссальных, потому что они действительно не обоснованы. С этим сейчас работает наш институт обучсменов, плюс, насколько я владею информацией, потому что проходит большой информационный поток. Все основные деловые объединения, вот эта тематика задачна. Это, грубо говоря, тема номер один. Есть ли предложение у деловых объединений все-таки ввести какие-то стимулирующие меры? Не стимулирующие, скорее будут меры сегментации. То есть должны быть более понятны правила игры. Да, повысить пенсионный возраст. Например, есть кино, называется «Стажер». Энн Хэтуэй, и забыл, как Роберт Дениров играет. Пожалуйста, посмотрите, это шикарное кино. Как раз там молодая компания, занимающаяся, собственно говоря, интернет-рассылками, принимает пенсионеры. Насколько было ему тяжело? Но фильм окончен тем, что вот как раз этот человек, который привнес элементы старой системы, позволил в итоге компании работать намного эффективнее. И мало того, он создал свой микроклимат в компании, вот такой более семейный. То, чего зачастую более молодые работники решены. Поэтому тут вопрос сложный. Я, например, решение уже принято. И за то, что если человек может работать и хочет работать, и может зарабатывать больше, он должен работать. Ему в этом нельзя преподносить создавать. Но именно тогда, когда человек может и хочет. А не то, что вот я боюсь, что здесь будут манипуляции. Нынешние меры, вот любой закон, который принимается, он может привести к определенным манипуляциям. Бизнес, опасаться манипуляции и опасаться излишнего давления через шифровные санкции. Здесь необходимо дорабатывать систему. Пока, я так понимаю, никаких примеров конкретных нет. Еще жалоб не было от предпринимателей, и никаких там в их сторону претензий. Мы еще отходим от Нового года. Я думаю, что в ближайшее время, а, появятся прецеденты, б, появятся предложения. Сейчас их уже начинают, как систему вырабатывать, дискутировать внутри, в кулуарах деловых объединений. Возможно, это вылезет в конкретное предложение о оригинальном, б, федеральном уровне, но я ожидаю, что в течение первого квартала. До конца марта. Надеюсь. Отмена налога на движимое имущество. Это мера, как работает сейчас? Это ложка меда в бочке дегтя. Это достаточно хорошая мера, принятая на федеральном уровне, которая действительно, хотя бы по данному налогу, даст определенное послабление бизнесу. Это мера, которую давно ждали, и бизнес на нее, я думаю, что реагирует очень положительно. Нам надо прерваться сейчас на небольшую рекламу. Две минуты, и мы вернемся в студию с Владиславом Поповым, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кировской области. Продолжаем разговор. У нас в гостях Владислав Попов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области. Мы говорим о том, какие изменения в законодательстве вступили в силу в 2019 году, и как это сказывается уже сейчас на бизнесе, и что бизнес прогнозирует, какую реакцию, какие изменения в связи с этим в течение ближайшего года. Мы сейчас говорим о росте взносов на пенсионное и медицинское страхование для индивидуальных предпринимателей, где нет наемных работников. Для ИПшников, я вообще не знаю, вот этот рост взносов. У нас статистика за прошлый год по сокращению количества ИПшников известна? Ну, давайте так вот. Если касается вопроса статистики, я не знаю, откуда такая цифра взялась, потому что я же тоже системы эту цифру не получают. Мы видели только Эспрессо, и у нас там итог бизнеса. Тут же нужно анализировать два фактора. У нас там очень какой-то мощный просто. Он мощный, но это связано, во-первых, уже сейчас понятно, что связано с достаточно хорошей работой на инспекции, потому что они просто чистят реестры. То есть все рано или поздно дома прибираются. Кто-то раньше, кто-то позднее. Чистят реестры, это значит убирает недействие. Совершенно верно. Когда я начал работать, у меня было оценок, что у нас 50 тысяч субъектов предпринимательства. По-моему, говорят, нет, у нас там 32 тысяч субъектов предпринимательства. Почему? Потому что и цифры, во-первых, разнились. Мы сидели даже с Минэкономом, они брали источники. Мы просто берем определенные источники. Мы можем взять источник налоговой инспекции, источник статистики. Мы с вами говорили про статистику. Но, как говорил профессор Преображенский, не начать по утрам советских газет. Я не верю нашей статистике. Они понимают, куда эти цифры берут полпотолок. Когда мы создадим систему, не просто абстрактные цифры, тысяча субъектов предпринимательства, а структура. Сколько было за счет того, что почищено? Сколько, например, субъектов, возможно, ушло из торговли? Мы же понимаем, что сегодня количество субъектов в торговле сокращается. Возможно, у нас сейчас очень активно дискутируется тема лесников. Я предполагаю, что в этой цифре действительно есть процент компаний, которые, возможно, ушли или пропали из лесной отрасли. То есть надо работать не с абстрактной цифрой, а со структурой. Я пока эту структуру не видел. Когда я ее вижу, проанализирую, я могу что-то компетентно сказать. Но тенденция-то есть какая-то все-таки или нет? Тенденция есть какая-то к росту или к снижению? Нет, в любом случае у нас общая цифра к снижению бизнеса. Тенденция к снижению. Это реально. Мы живем с вами в 2019 году. Наступил Новый год, Новый век. Вот этот рост взносов на пенсионное и медицинское страхование, что значит для ИП? Ну, здесь как бы два последствия. Ну, есть категория индивидуальных предпринимателей, которые платят фиксированные платежи от МРОТа. И, соответственно, естественно, у нас сейчас, ну, дальше мы будем дискутировать, что у нас МРОТ поднялся, хотя он не так сильно вырос. Да, у этой категории немного вырастет сумма их платежей. Но в основном это касается тут другой части взносов. У нас опять пошли изменения. У нас были леготируемые категории индивидуальных предпринимателей, которые в совокупности платили объем социальных платежей на данной цели 20%. На сегодня эти категории резко сокращены. Вообще сейчас тенденция такова, вот в нашей стране, что у нас резко сокращается понятие вообще льгот. Вот всех приводят под одну к ребенку. Мы только что с вами говорили про сельхозпроизводителей. У них были, так скажем, для этой категории, для этой отрасли льготы. Раз их не стало, стала общей системой. Проще работать на налоговой инспекции. Потому что налогов внедрят свои алгоритмы. На сегодня они контролируют практически весь процесс прохождения платежей. На сегодня же идет о том, что будут даже контролироваться все операции по банковским операциям уже у физиков. Все сделано только с одной целью. То есть устранить серый бизнес. То есть плати налоги честно. Это все из той же оперы. Поэтому здесь все унифицируется. И вот в данном случае рост носов у тех категорий, которые лишились льгот. Ну, а в основном это были льготы у тех, кто занимался производством. Это очень печально. Но я подчеркиваю, это такая у нас новая российская тенденция. Всех обложить налогами. Все работают. И все у нас равны. Если я правильно сейчас понимаю, у нас под этой категорией льготников остались только какие-то социальные бизнесы. Там что-то вроде учебных центров. А сейчас все категории ИПшников начинают платить взносы, поставки. Как для всех, 30%. Я округляю. Но все-таки вы прогнозируете, что в связи с этим... Естественно. Колоссально будет. То есть здесь, во-первых, вырастет объем затрат. И, скорее всего, для отдельных предпринимателей будет сложно конкурировать. Тогда я не очень понимаю логику государства. Логика государства очень простая. Ее очень легко понять. Государство сказало четко. Нам не хватает денег на бюджетные расходы. Давайте мы создадим систему А. Сбора платежей. Вот сейчас она ужесточается. Сама информационная модель. И второе. Давайте мы отменим все льготы. Давайте вот сколько можно собрать. Ну вот, самое занятое. Мы же с вами дискутируем. Ну какой смысл? А если предприятие, которое платило 20% и не сможет платить 30% и закроется, то кто от этого выиграет? Предприятие ИП, я имею в виду. Это предприниматель. То есть он платил 20%, 30% он уже не потянет. Все, до свидания. Он закрылся. Он больше не платит налоги вообще. Вопрос нашим законодательно принимающим подобные законы. Я, по-черкому, живем в новой реальности. Сейчас придется, я как обыцмен, что могу сказать или сделать? Если бы у нас кто-то нарушал законы, мы боролись, но у нас государственное приняло правило, но депутаты проголосовали. Вы понимаете, наши же демократические институты приняли подобное решение. Да, демократические. Да, совершенно верно. А сейчас мы говорим, что мы сейчас будем делать? Работающие с нашей помощью, потому что мы избиратели. То есть вы прогнозируете сокращение количества ИПФ в Кировской области? Как минимум. Я прогнозирую, что у нас для тех категорий, которые сейчас подпадут под отмену данной льготы, вырастут стоимость услуг. У нас любая сфера бизнеса, малого бизнеса, она достаточно конкурентная. Поэтому, скорее всего, как я прогнозирую, услуги, раз они были для сегментов, они вырастут. И с ростом цен возможно усилиться конкуренция. И это, естественно, приводит к выпадению каких-то субъектов из конкурентной борьбы. Однозначно это повлияет на сокращение количества бизнеса. Так, ну вот давайте еще одна у нас тема, наверное, и успеем. Ее уровень заработной платы в связи с ростом минимальной оплаты труда, минимального размера оплаты труда 11 280 рублей. Вот вроде бы рост, мы говорим, да? Кажется, это такая позитивная новость. А на самом деле начинает разбираться... По большому счету, вот эту тему даже нет смысла рассматривать. Она все-таки, если брать экономико-математическое моделирование, то не так сильно она влияет на базовые параметры экономики. Ну вот я привел, например, что она косвенно повлияет. Но все-таки это такой фактор, который влияет где-то положительно, где-то отрицательно. Для общества все-таки такой фактор... Насколько вообще вырос морот? Никто не знает. Там 100 с чем-то рублей. Более важен тот вопрос, который у нас, возможно, уже выпадает из нашего текущего регламента. Это штрафы для работодателей, которые не привели в спецслужб. Это очень серьезный вопрос. Давайте к нему. У нас есть 5 минут. Ну, то, что касается 5 минут. Здесь общая тенденция. Да, с 2014 года у нас ввели изменения, согласно 426 ФЗ, о специальной оценке условий труда. И вот это очень серьезное изменение. Опять-таки, у меня как омбудсмен, который, собственно, стоит на двух, как сказать, что ли, полюсах. С одной стороны, я же смотрю, насколько эффективна контрольная надзорная деятельность. С другой стороны, как она влияет на бизнес. Да, повышение контроля в этой сфере риски, вредность производства, что требования ужесточаются. Наверное, это правильно. Потому что это все-таки вопросы жизнедеятельности, безопасности жизнедеятельности. И мы знаем, что у нас есть примеры, когда люди погибают, получают производственные травмы, потому что работодатель не выполняет те или иные требования. То есть, вот сам подход, наверное, он правильный, что введение данных градаций риска, там 4 категории вводятся, с обеспечением конкретных мер и требований к работодателю по обеспечению вопросов безопасности к работникам. И все это унифицируется, сертифицируется, контролируется. Да, это правильно. Но здесь два вопроса. Первый, опять, у нас, как всегда, в России ввели штрафные санкции. Вот жестко. Если ошибаюсь, там у нас сейчас 60-80 тысяч для юрлиц. И, по-моему, 15 тысяч для должностных лиц. Причем их могут применять параллельно. Ввес на тому, чтобы поощрять тех, кто соблюдает все правила, давайте наказывать тех, кто чуть-чуть чего-то там не соблюдает. У нас по-другому не умеют. У нас умеют только наказывать. И, видимо, наш бизнес понимает только тогда, когда его учат только кнутом, а не пряникам. Вот с этим нужно бороться. То есть надо четко ставить вопросы адекватности степени нарушений и наказаний. Данные штрафные санкции применяются не тогда, когда, например, возникают страховые случаи, когда возникают риски ущерба здоровья, а по формальным признакам в ходе аттестации. Ведь здесь что сейчас, что меняется? Если раньше организации могли сами аттестовывать рабочие места, а сейчас необходимо работать через специализированные организации. Это, во-первых, дополнительные издержки, это выбор компаний. Резко сокращены сроки контрольные. Можно придраться к документам. То есть, ну, ошибка в документе, получи штраф. И вот здесь вопрос даже не в самом подходе, а в методике. Методика введена, если не ошибаюсь, 33 приказ Минтруда, номер 33Н. Вопрос к этой методике. Она сырая, она недоработанная. То есть сейчас в ходе практики, вот опять-таки, я могу взять даже на себя только описание, что вот я как амбудсмен Кировской области, наше вообще в целом институт амбудсменства, сейчас, когда будет возникать набор прецедентов, мы будем выходить на Мин, труд с тем, чтобы эта методика была более совершенна, более гибкая. И также будем выходить с вопросом адекватности размеров штрафов. Ну, вот как-то так. Вопрос, я подчеркиваю, что вот из тех вопросов, что мы сегодня обсуждаем, да, НДС, ну, у нас был НДС 20%, у нас даже был налог с продаж 5%. Ну, пенсионный возраст, да, у нас есть статистика, что люди уже у нас живут за 100 лет и больше, и должны работать, плотно трудиться. До 90, как минимум. А вот здесь вопрос очень серьезный. У нас статистика 66 лет среднего возраста, отхода в Мирной. Давайте вспомним, что вот я очень люблю апеллировать к нашему, вот такому, как мы говорим, перейдем застойку в советском времени. Ведь в тот момент времени у нас, вот то, что мы тогда не называли бизнесом, ну, называли производством, народным хозяйством, ведь оно очень жестко регламентировалось и контролировалось. Потом был период, ну, давайте назовем ее так, в кавычках, очень периодом такого беспредела, как говорили, предприятия сейчас просто снова государство начинает более жестко требовать, исправлять свои контрольные функции. На самом деле ведь никто не спорит с тем, что работнику надо обеспечить безопасность в первую очередь. Да, но вопрос как раз в том, о чем вы говорите, о том, что по формальным признакам штрафуют. Я думаю, что вот в моей деятельности одна из самых сложных сфер – это отношение бизнеса и… Контролирующих органов. Да, именно в этой сфере. Вопросы безопасности труда, вопросы, связанные с заработной платой. Это самое сложное просто, потому что они, как бы, тут все сложно. С одной стороны, и бизнес несет дополнительные издержки. Он говорит, ну, почему я их несу? С другой стороны, это ответственность заработника. Тут нет достаточно решения. Вот этот вопрос, он будет еще вызывать многократную полемику, и в ней не будет какого-то ответа. Да, надо. Да, жестко. Насколько жестко. Вот сегодня я даже не готов сказать, вот эти санкции, не дай бог, кто-то пострадает. Хотя на сегодня я подчеркиваю, что то, что было в торопях, в спешке принималось, имеет дыры. Вот, на мой взгляд, надо работать, в первую очередь, с самой методикой. Вот с самой методикой определения данных, с самой методикой аттестации. Спасибо. Благодарим Владиславу Попову, полномоченному по защите прав предпринимателей в Кировской. Области за такой очень актуальный обзор. Напоминаю, что во втором часе к нам придет, после 12-ти, к нам придет Дмитрий Курдюмов, заместитель председателя правительства Кировской области, отвечающий за социальную сферу в нашем регионе. Мы будем говорить об итогах Гайдаровского форума, будем говорить об исполнении указов. И о развитии географической помощи в регионе. У нас будет видеотрансляция в нашей группе ВКонтакте, прямой эфир. Кому хочется посмотреть, не только послушать, но и посмотреть нас, подключайтесь в ВКонтакте уже сейчас.